Инновационная, смелая, сметающая границы революционная гитара Gibson Reverse Flying V. Именно такими эпитетами награждает её производитель Gibson USA. Приветики, с вами Иван, а в руках у меня редкий зверь Gibson Reverse Flying V. 2007 года выпуска. Глядя на этот инструмент, задумываешься, о чём думали создатели этого инструмента и как эта штука может звучать. Давайте разберёмся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Взяв цельный кусок красного дерева махагона, конструкторы Гибсон перевернули гитарный мир с ног на голову. Перевернув форму деки знакомой модели V, Reverse Flying V получила голову грифа от Futura, одной из забытых моделей Гибсона 50-х годов, а сам гриф имеет смешанный профиль 50-х и 60-х. Довольно-таки тонкий и очень комфортный для игры в любых стилях. Гриф, как и подобает всем настоящим Гибсонам, вклеен, и на гитаре стоят 57 Classic, хамбакеры, дающие тёплый, богатый тембр. Струны у гитары крепятся сквозь корпус и установлен стандартный для Гибсонов Bridge Tune-O-Matic. Одна ручка громкости и трёхпозиционный переключатель. Накладка на грифе из чёрного дерева. Давайте же послушаем, как это дело звучит само по себе. Играю я сегодня через ламповый предусилитель EGS Tube Platform TR322, который включается своим линейным выходом во вход NUX Solid Studio. Это эмулятор усилителя мощности совместно с плеером импульсов гитарных кабинетов. Играет музыка Играет музыка По мне-то гитара звучит очень жирно и выпукло. Опять же, ничего удивительного, ведь это породистый Гибсон по всем спецификациям. И, кстати, несмотря на годы, гитара в отличном состоянии, на ней явно мало играли. И если вы поищите, вы сможете гитару эту найти на Авито. Но сразу скажу, гитара не моя, я её не продаю, взял у друзей на обзор. Ну что ж, моё независимое ютюба-экспертное мнение по поводу этого инструмента. Гитара на самом деле отличная. Если отбросить все предрассудки и как бы не думать о том, что эта форма практически является издёвкой и насмехательством на классической формой Flying V, которую мы все помним и любим и хотим у себя в коллекции иметь. Например, я тоже хочу иметь нормальную Flying V, не такую. То есть, если откинуть эстетический вопрос и моральный аспект этого инструмента и посмотреть только лишь на спецификацию, на то, что инструмент может дать тебе, как музыканту, насколько он удобен, насколько он эффективен, насколько он отвечает твоим музыкальным запросам. Именно музыкальным. В плане звука, удобства, универсальности, надёжности. Пять баллов. Ну просто однозначно. Это добротный, породистый американец, сделанный на совесть. Мне здесь нравится всё это. Тот инструмент, который берёшь в руки и тут же забываешь, что у тебя в руках, начинаешь что-то наигрывать, вспоминать какие-то риффы, пытаться извразить какие-то соло. Субтитры делал DimaTorzok Это отличает хороший инструмент от посредственного. То, что с посредственным инструментом ты должен как-то бороться, пытаться совладать. А здесь этого не происходит. Ты просто берёшь, играешь и наслаждаешься. Несмотря на форму. И я в давнишних обзорах, когда Reverse Flying V только появился на сайте Gibson, на YouTube видел, как ревьюверы говорили. Да, выглядит стрёмно, но попробуйте просто поставить на колено и окажется, что инструмент удобный. И я подтверждаю, действительно так. Можно просто вообще руки отпустить и гриф окажется прямо под тем нужным, правильным, удобным углом для пиления и высекания. И правой руке достаточно комфортно. Да, кажется, что здесь нет этого крыла и локоть положить некуда. Но лично для меня, для моей постановки руки, даже TuneMatic перестал раздражать, который меня обычно всегда раздражает из-за того, что у меня большая свобода для локтя. Я могу более расслабленную руку положить и более свободно высекать. Или не высекать. Во всяком случае, мне на полном серьезе комфорта. И мне нравится, что ручка громкости всего лишь одна. Она достаточно близко к бриджу, но все равно достаточно далеко, чтобы ее не цеплять. И ручка переключения датчиков тоже расположена удобно. В принципе, практически так же, как на Explorer. То есть, с эргономикой все хорошо, кроме одного момента. Достать до 22-го, 21-го Lada тяжело. Мешается, мешается. Вот здесь вот рок перевернутый. Был бы тут какой-то, не знаю, срез. Хотя, мы понимаем, что это имиджевый инструмент. Вот. Но если смотреть на Reverse Flying V с позиции, купил бы ли я себе такой инструмент, я скажу, нет, не купил бы. То есть, для меня его ценность 1 балл из 5. Вот такая вот двойственная оценочка. Ну, а с вами был Иван. На моем YouTube-канале есть еще множество обзоров гитарного оборудования, гитарной музыки и разговоров о музыке в целом. Лайк, подписка, пока! Субтитры сделал DimaTorzok